Приветствую! Речь в этом видео пойдет о специальной инженерной машине, которая разрабатывалась в середине Второй мировой войны в Германии для разбора завалов в городах, носившей грозные номинования «Таранный тигр». В 1943 году все выжившие в боях Сау Фердинанды были отозваны с фронтов для проведения модификаций, которые были разработаны опираясь на опыт боевых действий на Курской дуге. В том же, в 1943 году, почти все из 50 машин были модифицированы. Для защиты от пехоты в лобовом листе Сау был размещен пулемет машин ГВР-34 в шаровой установке. Был произведен монтаж на крыше рубки наблюдательной башенки с семью неподвижными перископами. Ширина гусениц была увеличена, были заменены орудия и увеличен боекомплект на 5 снарядов. Произведено усиление днища в передней части корпуса 30-мм бронеплитой для защиты от мин. Корпус и рубку Сау покрыли цемеритом. Цемерит тоже очень интересная тема, заслуживающая отдельного видео. А 1 мая 1944 года выходит приказ Гитлера о переименовании всех модернизированных Сау Фердинанд в элефант. Одну из машин, которая была сильно повреждена и не подходила для большинства запланированных модификаций, предполагалось использовать для создания экспериментальной машины, таранного тигра. Идея создания подобного агрегата родилась у немцев после уличных боев Сталинграда. Существует фотография немецкого танка Пантера, на которой спереди прикреплен некий плуг для разбора завалов. Как мы видим, необходимость в таких машинах существовала. В различных источниках указаны разные даты, но примерно еще в конце ноября 1942 года, называется 22 число, Гитлер одобрал постройку такой машины, а уже к 7 декабря Порше разработал проект, который был предположительно взят в работу в 1943 году. По одной из версий, Гитлер решил, что три готовых шасси ВК-4501П, прототипы тигра Порше, должны быть модифицированы и переделаны в таранный тигр. Так как саву Фердинанды были сделаны на базе тигра Порше, то и решено было одну саву переделать в таранного тигра при проведении модификации, о которой я говорил раньше. Как бы то ни было, таранная машина разрабатывалась для расчистки баррикад, завалов и временных мелких сооружений. В интернете гуляет копипаста из книги Юрия Юрьевича Нинахова «Чудо оружия Третьего Рейха», а именно из главы 8 «Самоходные артиллерийские установки», где он описывает тараны тигра как машину на шасси тигра Хеншля Панцеркомфаген 6 АУС-ФЕ, что уже неверно, предназначенную для тарана техники противника, и плюс якобы на острие тарана планировалось размещать кумулятивный боеприпас контактного действия. Но данное описание и предназначение машины не подтверждено более ни в одном источнике, ни российском, ни зарубежном, и вообще слабо соответствует характеру ведения боевых действий веромахта. Хотя в теории, наверное, и можно было заторонить танк, но конкретно для данной цели эта машина не разрабатывалась. Итак, корпус Фердинанда заковывался в специфическую металлоконструкцию, напоминающую перевернутую лодку. Для облегчения веса и увеличения мощности броня предполагалась минимальной, проектный вес 57-59 тонн. Боковые и задние плоскости должны были иметь толщину 30 мм, передние крыши 50 мм. Общая длина надстройки около 8 метров 25 см, высота 2,5 метра, а ширина 3,6 метра. Форма надстройки проектировалась с учетом падения на машину различных обломков, которые должны были свободно скатываться с корпуса. Предполагалась установка двух двигателей Porsche 101-1 V10 с воздушным охлаждением. Объем бензобаков 520 литров, скорость по дороге 25-30 км в час, по пересеченной местности 8-10 км в час. Экипаж 5 человек. Хотя я сомневаюсь, что нужно было так много, мне кажется хватило бы и трех человек, механика-водителя, радиста и пулеметчика. Функции командира мог исполнять любой, а заряжающий просто не нужен, так как из вооружения предполагался только пулемет машин ГВР-34. Отсутствуют какие-либо фотографии, прототипы его сборки и испытаний, за исключением фото, обработанного в фоторедакторе, то есть ненастоящего. Есть версия, что эта картинка была сделана одной из фирм по производству моделек. Существует лишь схематический чертеж, отсюда в интернете очень много фотографий моделек данной машины, но все они имеют некую отсебятину в виде дополнительных люков, окраски и так далее. Так что изначально вид таранового тигра неизвестен. Также на всех модельках отсутствует сам таранный плуг, он закреплялся снизу под острым носом машины. Также огромная дыра в передней части настройки вызывает лично у меня вопросы, так как при непосредственной работе тарана в эту дырку неизвестно высыпался мусор. Возможно предполагалась мотровая щель с пулеметным гнездом, но не таких огромных размеров. Дыру скорее всего оставили для испытания рулевого управления. Но она все-таки есть на чертеже, так что остается только гадать о ее размерах. Что касается воплощения таранного тигра в металле, то скорее всего он так и не был закончен. Есть предположение, что была создана демонстрационная модель к размерам 1, к 10 или к 15. Также существует версия о деревянном макете и трех готовых к маю 1943 года панцирях из металла, которые так и не надели на Фердинанды. По другим источникам все же в августе 1943 года были созданы три таранных тигра и приняты комиссии по управлению вооружением сухопутных сил. Но как бы то ни было, все наработки по данному проекту были уничтожены на территории завода Нибелунгенверке, где все это и проектировалось. Спасибо за внимание, подписывайтесь на канал, впереди еще много интересных видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok